Первая неотложная медицинская помощь пострадавшему является не только залогом успешного дальнейшего лечения, а зачастую и фактором спасения жизни человека. Тренинг по оказанию первой медицинской помощи прошли студенты последних курсов Азербайджанского медицинского университета. Эти навыки студенты смогут использовать во время Гран-при Азербайджана Формулы-1. Тренинг прошел в Республиканском диагностическом центре. Ранее аналогичные тренинги проводились для работников Бакинского городского кольца. Тренинги соответствуют международным стандартам и уже приняли традиционный характер. По линии Министерства здравоохранения на соревнованиях будут присутствовать бригады скорой помощи, действовать медпункты. Тем не менее, инструктаж волонтеров очень важен для полного обеспечения медицинской безопасности всех присутствующих, так как на гонках ожидается большой поток зрителей. Подготовительная работа Формулы-1 находится на стадии завершения. Как и в прошлом году, в этом году мы стараемся оказать медицинские услуги на высшем уровне. Мы стараемся охватить все темы, относящиеся к оказанию первой помощи. Мы обучаем, в каких случаях нужно оказывать первую помощь. Как проводить сердечно-легочную реанимацию. Использовать дефибриллятор. Что надо делать при оказании первой помощи в тяжелых случаях. Для этого мы проводим практические занятия и оцениваем наших студентов. Во время этих тренингов нас обучают оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Мы изучили алгоритм, в какой последовательности до прибытия врача нужно оказывать помощь. У нас был шанс увидеть все это на практике. Подобные мероприятия проводились и ранее. У нас уже есть определенный опыт, но для новых участников. Я думаю, эти тренинги имеют большое значение. Мы училищем очень многое, но для новых участников. Мы очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень.